приветствую всех мы с вами продолжаем упражняться в рисовании орнамента уже в очередной седьмой части урока мы рассмотрим еще один способ но для тех кто еще не видел все предыдущие я под видео размещаю все ссылки на все предыдущие части предыдущих частях мы научились рисовать орнамент основываясь на том что его геометрия построена на полосочках которые мы рисовали в определенных направлениях сейчас я запущу чтобы было более понятно вот у нас полосочки отрисовываются но совершенно очевидно что вот этот орнамент он состоит не обязательно из полосочек его можно рассматривать а например как совокупность диагонали и в этой вот седьмой части мы как раз таки рассмотрим способ рисования по диагоналям но уже мы не будем рассматривать рисование полностью всего орнамента я думаю что каждый сможет сделать это самостоятельно возможно даже какой-то другой взять за основу орнамент но основные принципы я рассмотрю сейчас как раз в этом уроке в этой части чтобы было проще я возьму существующий проект пересохраню его удалю весь код оставлю только спрайт и фон для тех кто не знает как делать копию проекта я показываю это в онлайн версии я работаю на сайте scratch.me.edu и мы можем сохранить проект через пункт меню файл сохранить как копию если вы работаете с десктоп версии там есть пункт меню сохранить как нажимаю сохранить как копию у меня получается новый проект василек копии но я для того чтобы не перепутать напишу здесь диагонали и как и сказала я убираю весь код на это не буду занимать эфирное время поставлю запись на паузу я думаю что каждый знает как удалить код мы просто берем его и сносим либо можно нажать правую кнопку мыши удалить блок опять же у нас появляется сообщение интересное что мы не можем удалить определение блока который используется поэтому сначала необходимо удалить основной код в котором наши блоки вызываются а потом уже эти части кода мы можем удалить то есть вот эту часть скрипта я удаляю 1 а потом уже все остальное без проблем тоже смогу удалить да окей и подтверждаю но где-то еще происходят вызовы одним словом как я уже сказала сейчас тратить время не буду а продолжу после паузы вот я все удалила возможно было бы быстрее использовать рюкзак scratch затащить сюда в рюкзак спрайт и затащить в рюкзак фоны для чего мне нужны фон и хочу показать из каких частей состоит наш орнамент не обращайте внимание на несовпадение об этом я говорила в первой части вот мы видим что у нас есть составляющие диагонали которые идут вот так вот допустим вверх либо вниз смотря как рассматривать но чтобы нам ничего не мешало я все таки уберу здесь вот если нажму флажок то у меня ничего не происходит уже но я могу стереть все все теперь у меня нет нашего орнамента и я начну все с нуля и так выбираем когда спрайт нажат мы вспоминаем о том что у нас есть переменная шаг и задаем ее сразу значение для данного спрайта 12 поскольку наш спрайт вот он сейчас выберем да я не там начала писать скрипт сейчас перейдем наш спрайт вот вот эти вот три клеточки одна маленькая клеточка это 4 пикселя условных таких и 4 на 3 12 получается так убираю скрипт из сцены перехожу к скрипту спрайта когда флажок нажат задаем переменную шаг и задаем значение 12 но прежде чем начать рисовать и реализовывать скрипт я поясню как мы будем это делать вот допустим мой спрайт и я использую блок печать покажу как где строится диагональ вот мы будем так вот переходить смещаемся печатаем смещаемся печатаем вот у нас получается то что я называю диагональю и соответственно из таких диагоналей может быть построен любой другой орнамент но сейчас я немножко неровно поставила наш спрайт ничего страшного мы все это будем делать программно и будет это все красиво и ровно и так как нам необходимо поступить ну давайте уже по традиции создадим другой блок назовем его диагональ пока без параметров для того чтобы просто определиться с основным функционалом и так как мы будем рисовать мы будем как говорили уже печатать и после того как мы напечатали один раз мы должны сместить наш спрайт вправо на шаг и вверх на шаг то есть изменяются координаты текущего положения нашего спрайта ровно на шаг и по x и по y поэтому мы можем сразу использовать блок перейти и и здесь мы будем брать следующий мы будем брать использовать оператор плюс сложение для x и для y и из положения x мы смещаемся вправо из положения y мы смещаемся вверх поэтому мы прибавляем и в том друге во втором случае мы изменяем эти значения на шаг поскольку у нас квадратик но и сколько раз мы это будем делать от этого зависит длина диагонали но давайте возьмем для начала произвольную длину допустим вот втори десять раз не попало так печатаем и один раз протестируем так ставлю наш квадратик нажимаю флажок и вот диагональ нарисовалась она нарисовалась из десяти элементов если мы хотим определенной длины значит нам необходимо добавить параметр длина и и уже вызывать этот блок с параметром длина и соответственно количество повторений у нас будет зависеть от длины допустим я хочу диагонали из пяти таких вот сегментов вот мы нарисовали диагональ раз два три четыре пять шестой не считается поскольку мы переходим но уже не печатаем теперь как мы можем построить орнамент давайте рассмотрим наш лепесток вот допустим наш лепесток состоит из раз два три четыре пять диагонали и каждая диагональ из четырех элементов то есть длина диагонали 4 и всего пять соответственно перехожу к коду скрипта здесь все стираю и получается что у нас диагональ длиной 4 повторять мы это все будем как уже было сказано пять раз но каждый раз мы должны смещаться то есть вот мы нарисовали одну диагональ потом мы должны сместиться вниз и вот уже из этой точки нарисовать следующую диагональ раз мы смещаемся вниз значит мы изменяем координату y но какую координату y мы смещаем по всей видимости стоит ввести еще дополнительные переменные для текущего положения нашего спрайта ну здесь у нас из предыдущего проекта сохранились переменные x старт и y старт давайте будем их использовать то есть мы сначала зададим x старт и y старт начало рисования нашей диагонали и будем исходить пока из текущего положения спрайта еще раз повторю мы не будем рисовать полностью весь наш орнамент мы рассматриваем только основные принципы и теперь когда мы нарисовали одну диагональ как мы уже сказали нам нужно изменить текущее положение точнее точку старта по иксу она останется прежней а по игреку мы спускаемся вниз значит нам необходимо изменить y старт на минус шаг поскольку мы идем вниз значит берем оператор минус и переменную шаг проверяем и у нас получилось что-то не то что получилось не так мы конечно же здесь все сделали хорошо но забыли о том что нам необходимо уже внутри нашего блока рисующего диагональ тоже опираться каких-то координат и мы давайте введем здесь тоже координаты x и y которые будут задавать точку от которой наша диагональ будет рисоваться и соответственно мы здесь будем как раз таки в качестве параметров задавать наши переменные x старт и игрек старт проверяем так где наш спрайт вот где-то здесь давайте поставим его сюда где-то примерно еще не все сделали потому что вот тут нам уже надо не положение x положение y а x и y не стоит торопиться но вот я показываю как раз небольшими такими оплошностями которые делают юные программисты достаточно часто торопясь и мы все этапы проходим и снова наши неудачи потому что конечно в начале нужно переходить нужные координаты x и y а здесь все таки оставлять положение x положение y потому что нам необходимо из текущего положения перемещаться но попытка номер следующие нажимаем флажок и вот сейчас у нас все получилось нарисовался наш лепесток еще раз повторю мы не ставили целью рисовать весь орнамент а рассматриваем только некоторые моменты если мы будем рисовать такие лепестки здесь все понятно у нас длина одинаковая а если мы возьмем за основу ромбики на же есть еще и ромбы то здесь тоже есть диагонали вот такие же и они во первых давайте посмотрим одинаковые длины или нет у нас получается сначала три потом два потом пять три потом пять два потом пять три то есть они разные длины и из разных точек мы начинаем как в этом случае поступать но в общем ничего сложного на на самом деле наверное для удобства я даже оставлю пока на фоне вот этот вот фрагмент чтобы вот примерно сюда выпадать возвращаемся к спрайту и сейчас попробуем написать код рисования вот этого ромбика у нас будут такие же диагонали но можно сначала в принципе поступить очень просто мы можем нарисовать диагональ из трех элементов длиной 3 из какой-то текущей позиции которые мы возьмем например положение x положение y но для все-таки большей корректности мы тоже используем сейчас наши переменные x старт и y старт и их будем брать за основу потому что их же мы потом будем менять соответственно здесь тоже x старт и y старт вот этот мусор надо прибрать нельзя делать кривой код так вот мы находимся в этой точке проверяем почему-то нарисовал другом месте но в данном случае это не принципиально пока мы же не переходили в другую точку поэтому соответственно он и считал какие-то другие значения но тем не менее у нас нарисовалась диагональ из трех элементов теперь нам необходимо изменить x старт и y старт так чтобы нарисовалась следующая диагональ из двух элементов как у нас меняется данном случае получается что мы по иксу переходим вправо то есть мы изменяем x старт на шаг и снова рисуем диагональ я продублирую а этот блок убираю и диагональ у нас будет уже из двух элементов и я даже уберу оторву этот блок для того чтобы продолжить рисование вот нарисовалась два элемента дальше аналогичным образом мы должны сместиться уже сейчас вниз то есть у нас изменяется y старт и изменяется она на минус шаг и снова мы рисуем диагональ но уже из трех элементов проверим ну вот мы дважды уже нарисовали да я поторопилась и сейчас имеет смысл сделать следующую вещь так ну вот допустим из этой точки ладно сейчас я немножко тороплюсь сейчас мы начнем отсюда поэтому перейдем вот так это всего лишь тест проверим эту часть года снова получилось как-то не очень даже совсем не так но это не страшно потому что мы учимся и сейчас мы будем исправлять наши ошибки для того чтобы их исправить мы разбираем опять наш код на части и проверяем по частям давайте сотрем все и берем первую часть вот мы перешли в эти координаты ну и ладно пускай рисуют в этих координатах первую часть мы нарисовали дальше вторую часть вторую полосочку у нас тоже удалось хорошо нарисовать а вот с третьей возникла какая-то проблема сейчас посмотрим да собственно нет никакой проблемы значит были какие-то другие проблемы так были проблемы связанные с тем что был старый рисунок час еще раз стереть все и нажимаем вот прекрасно все рисуется но диагональ нарисовали не до конца нам нужно еще две части точнее ромбик а именно получается так что следующая наша часть очень похожа на вот вот эти две предыдущие поэтому можем вот так продублировать но попробуем наугад сначала сотрем и все выполним вот он рисовался наш ромбик но единственное что он рисуется все время где-то внизу но это уже координаты местоположения которые стоит задавать не таким вот образом как я это делаю сейчас а более аккуратно главное что ромбик мы нарисовали но вот эта часть кода возможно можно как-то оптимизировать каким образом подумать как в цикле мы можем изменять вот эти вот значения например вести какую-то специальную переменную которая будет сначала уменьшаться на единицу потом увеличиваться на единицу в зависимости от шага например четные получается что у нас нечетные по три элемента четные по два элемента то есть можно чет нечет считать я желаю всем успехов удачи и еще в следующей части мы рассмотрим еще один интересный подход к рисованию подобного рода орнаментов мы поговорим о том вообще где это можно использовать и для чего вообще нужно уметь решать такие задачи всем успехов подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии делитесь своими успехами буду очень рада увидеть ваши интересные проекты до новых встреч